Владимир Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Александрович. Ну что, у нас все-таки на повестке дня не только футбольные вопросы, но и все, что связано с Олимпиадой. Как вы рассматриваете ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой в свете общественно-политической повестки? Может быть, вам есть что сказать на этот счет? Что сейчас у нас происходит, на ваш взгляд? Вот, собственно, Сережа, мы с вами в прошлой передаче вкратце коснулись этого вопроса и сказали, что, собственно, мы с вами не ждем ничего хорошего со стороны ВАДа, со стороны Олимпийского комитета. Нас как не любили, так и не любят. А вот, что касается Камилы Валиевой, ну, конечно, это звездочка, которая грозится стать настоящей великой звездой. И это не нравится всем, как, собственно, и наша страна. Понимаешь, ну, никто не хочет, чтобы на небосводе появилась такая яркая звезда. Ну, никто не хочет, Сережа. И поэтому, ну, что я по этому поводу могу сказать? Я, например, Сережа, я скажу, я как бы далек от фигурного катания. Она, вот, у меня жена любит безумно, смотрит это, говорит в состоянии на эту тему часами, вот, переживает. Вот, я, нет, я сторонний человек, но, тем не менее, мне эта девочка очень нравится. Она мне очень мила. И она не только как фигуристка мила, она мне нравится как девочка, стройная, необыкновенно. И настолько у нее изящные движения, и все отточено. Думаешь, мама моя родная, как в 15 лет такая звезда может так ярко блестеть и так уверенно показывать себя. Сереж, ты прости меня. Она прыгает, всем становится ясно. Там ведь на стадионе кто сидит, все специалисты говорят. Если она будет продолжать кататься, она очень долго и много лет будет лучшей. Это никому не нравится, Сережа. Все хотят разнообразия. Все хотят сегодня ты, завтра я, послезавтра твой сосед. И все, понимаешь, получается. А вот приходит такая звезда, и лет на 10. Лучшая, понимаешь, лучшая. Ее невозможно никак объехать. И это пугает людей. Я их прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю, да. Да, это сильный удар нашей олимпийской сборной по всяческой дурноте, которую мы видим. Мы уже видим 8 лет подряд всю эту хрень, Сережа. Да. Жалко, что такой вот запашок остается. Не столько вада, не столько англосаксы ножки подставляют. Такое впечатление мы сами чего-то там дурим. Поясните, Владимир Михайлович, вот это важные детали. Нет, нет, Сергей, вы знаете, я ведь не обладаю той информации, той информации, глубокой аналитической информации, кто выдает, что хотят. Такое впечатление, что враги у нас за спиной. Не враги перед нами, а за спиной. Вот это меня тревожит. Я очень не хочу, так же, как события, которые происходят на международной и политической арене, и военно, то, что вот сейчас на Украине, такое впечатление, что вот все время что-то за спиной. За спиной не должно у нас ничего быть. Мы должны верить своим людям, верить, что у нас поддерживают, что мы монолитные, а мы не монолитные. Такое впечатление, что сейчас у каждого свое мнение, каждый, кто еще даже не созрел к своему мнению, спешит высказать его и занять позицию, которая дает возможность ему хайпануть что-то. Понимаешь, мне это не очень нравится, Сережа. Потому что во время Олимпиады мы должны все крепко друг к другу прижиматься, идти к заветной цели, быть лучшими. Владимир Иванович, говоря об этом, вы имеете в виду, что находятся некие отщепенцы, которые сомневаются в чистоте Камилы Вальевой? Вы знаете, я... Ну, Сережа, вы понимаете, какое дело? Вы сразу говорите о том, что я занимаю крайние позиции отщепенца. Я не называю никого отщепенцем. Нет, я неосторожность, с какой легкость, с которой некоторые специалисты в области спорта или около спорта сразу дают оценки всему происходящему. Меня пугает, с какой легкостью они это говорят, даже не подумав. Ну, что, мне жаль по этому поводу. Вот я говорю, что мне это жаль. Я говорю, что... И говорил вообще, что если ты говоришь, ты отвечаешь за свои слова. Что ты знаешь, ты убежден, ты чувствуешь... А когда просто сказал, вы знаете, вот я вас всех ненавижу. Почему ненавижу? А я вот просто ненавижу вас и все. Ну, Сережа, ну что я по этому поводу могу сказать больше? Вадим Кача, а вы сказали о политических, общественно-политических событиях. Что вы имеете в виду? Эту ситуацию с предполагаемой войной с Украиной здесь? Что это так? Знаете, Сережа, вы спрашиваете про Камилу Валиеву в условиях, когда с утра до вечера все средства массовой информации в мире, в том числе и в России, говорят о событиях на Украине. И хотим ли мы, не хотим ли мы на события, мы на отношение к Валиевой смотрим через какой-то вот такой вот магический кристалл обстоятельств, которые происходят на фоне того, что Киев там задирается. Да? Да. Ну, поэтому я говорю, это вот... Вроде мы обсуждаем спортивные события, а все время какая-то вот гроза, когда она в напряжении, то у людей в какой-то, я не скажу, озлобленность, но какая-то или осторожность, а какое-то вот состояние то ли усталости, и на усталости сказывается вот такая вот агрессивность, и они бросают какие-то грозные слова, и даже не с ненавистью, что вот мы обсуждаем золото там, или очередное золото. А спортивные события, когда вы идете на стадион, вы настраиваетесь. Вы настраиваетесь на спортивные события, на событийность. Вы хотите быть первым. Это так, это нормально, Сереж, это нормально, когда спортсмены хотят быть первыми. И нормально, когда они в честной борьбе становятся первыми. Но когда мы слышим все время, что норвежцы вот прям вот чувствуются, как ненавидят нас. Мы ничего не сделали, мы ничего не сделали, но норвежцы уже заранее нас ненавидят. Американцы, ну, что там говорить. Американцы откровенно, откровенно ведут себя, что мы вроде как с ними в политическом смысле враги, а в спортивном-то мы друг другу уже ничего не сделали, а все время ощущается, что они все время пытаются нам сразу доказать, что, в общем-то, мы враги. А какие мы с ними враги? Собственно, какие враги? Хотя... Вы смотрели высказывание господина Гордона, который пригрозил президенту Путину, оскорбил президента Зеленского и сказал российским матерям готовиться к нехорошему сценарию. Ну, он же заработал... Простите, ему платят 300 тысяч долларов в месяц, как он сказал. Эти деньги он отрабатывает. Он отрабатывает. Вот он высказался вчера вечером, вчера днем, так сказать, да, в Киеве, сказал, вот видите, Киев пустынный, то-то это все, все собираются силами, потому что как только русские войска войдут, мы их будем рвать, мы их будем рвать, понимаешь? Вот. Только вот где, где автоматы, где автоматы? Зеленского нету, черт подери, куда он девался, почему, я говорю, почему, почему нет подвоза автомата? Мы должны быть вооружены, мы сейчас будем рваться. Куда рваться, хочу сказать ему, куда рваться? Ну, на границе, как слухи, и опять же, слухами мы пользуемся, да, когда знаем, что на белорусско-российско-украинских границах наши кавказские, наши друзья хотят успокоить, очень хотят успокоить горячие головы особо отличившихся в войне против наших россиян в Донбассе, которые проявили себя очень настоящими бойцами, и вот сейчас в лице, в данном случае, в лице Гордона, рвутся в бой и рвутся нас поряпать всех, понимаешь? Вот, наши кавказские друзья, вот, уже со списками, со списками, понимаете, кто особенно отличился в этой борьбе, словесной борьбе, понимаешь, ждут, понимаешь, ждут. Вот посмотрим, куда Гордон денется. Я смотрю, сегодня вся семья его вылетела на частном самолете. Вся семья, пятеро, пять детей, жена, да, вылетели. Он, судя по всему, остался. Это хорошо. Он, значит, он будет не беспокоиться за свою семью, он будет держать удар. Только я просто, я говорю, я за него, я сразу за него беспокоюсь, говорю ему, и, Сережа, вы знаете, не хочу я говорить плохих слов, потому что, в конце концов, даже такой, как Гордона часто называют, Гондоном, не хочу даже, чтобы такой Гондон тоже был, получил какие-то вещи, ну, в человеческом смысле. Я не хочу уподобляться ему, говорить, что мы его будем рвать. Хотя он заслуживает это, понимаешь. Но дело в чем, Сережа, дело-то в том, что они же все переобуются. Все же переобуются так же, как 9 мая 1945 года, когда вся Германия вдруг заявила, что что вы, какие же мы фашисты, мы вообще-то все антифашисты. Так же и когда наши войдут. Когда наши, если войдут, Сережа, то окажется, что вся Украина изнывала от таких, как Гордон, понимаешь, и Аваков, изнывала вся, и скажет, да что вы, мы вас так родимых так долго ждали? Вот. Вот это, понимаешь, Сережа, мне лицемирия не нравится, которая, понимаешь, они занимают очень, и в том числе и Гордон, который будет петь совершенно другую песню. Ему просто он будет требовать, чтобы ему платили опять такие же большие деньги за то, что он собирает украинский народ по вечерам и рассказывает им сказки, а теперь будут другие вещи говорить. Ну, а что мы его будем обсуждать? Вот, Сергей, мне не нравится, как он, очень недоказательно. База его слаба, бросается словами. Я вообще люблю на Украине очень много умных людей, Сережа. Очень много умных людей, которые очень толково говорят. Очень толково говорят. Вот он бросается словами безответственно. Вот как ему потом будет в глаза своему народу смотреть, которым он заливает так долго. Владимир Миколаевич, вернемся к спорту. Разноречивые мнения, я знаю, что вы смотрите трансляции, есть у работе комментатора Губерниева. Кому-то нравится этот крик бесконечный, кому-то нет. Как вы воспринимаете этого журналиста, работу, Россия, Россия, изо всех сил наши ребята? Вот это вот, что вы думаете? Исключительно по поводу Алексея? Ой, Димы. Димы, да. Да, Дима. Можно сказать и Алексея, как бы я думал, что он не обидится. Сергей, но дело в чем. Прекрасный журналист, но горлопан. Понимаете? Но горлопан. Прекрасный журналист. Но если я вижу, что этого горлопана назначают все время на самые лучшие передачи, значит, его горлопан решает-то не он, Сережа, решает не он. У нас много журналистов, на выбор любые, но решает в выборе, принимает участие не он, его выбирают, значит, нужен горлопан. Его выбирают, и он понимает, что если выбрали его, значит, выбрали его горло. И он начинает, ведь он может и не горлом, он может спокойно говорить, просто он видит, что чем громче он говорит, тем больше денег ему дают. Ну, вот и все. Нравится ли мне? Ну, скорее, не нравится, чем нравится. Я бы вот так сказал. Почему, Владимир Владимирович? А потому что, понимаете, когда мы смотрим передачи, создается такое нервное состояние, нервное состояние, что что-то происходит как будто не то, что что-то как бы в военные действия не перешло все это, понимаешь? Он же комментирует спортивные события, а не события на границе, белорусско-украинской границе, где идут сейчас военные приготовления, да? Так. Вот, все-таки он должен пощадить многих людей. Ну, меня может не щадить, я, собственно, люблю, когда достаточно громко говорят. Но дело в том, что я просто вижу свою жену, которая ежится. Вижу, наверное, и других людей, которые тоже смущаются от этого горлопанства. Вот и все, Сергей. Но я говорю еще раз. Он, собственно, выбор тех, которые осуществляют право выбора. Они его выбирают, они ему платят очень большие деньги. Вот я с ним несколько передач вел, и он неоткровенно. Дима, он прекрасный человек, который говорит то, что думает. Он не боится, он говорит вот то, что думает. Он неоткровенно говорит, как он много зарабатывает, как он здорово живет. Ему нравится, что происходит в стране. Ему нравится, ему нравится. Он востребован, он ведет не только спортивные. Если бы он спортивные передачи только вел, нет ни одного более-менее приличного вечера, где бы его голос не был слышен. Понимаешь? Где деньги, так... А еще раз, я не хочу упрекнуть его, что он ищет каких-то денег. Его зовут под эти деньги. Зовут. Вот и все. Ну, а что я могу в этом смысле, если его приглашают, если приглашают, там, не знаю, других... Владимир Михайлович, еще одна тема, позиция понятна. Скандал разразился. Было опубликовано в феврале этого года видео, на котором футболист, футболист Курт Зума, футболист Вестхэм Юнайтед, пнул и ударил своего кота. За это он был оштрафован клубом на 250 тысяч фунтов стерлингом, который перечислил благотворительным организациям защиты животных и лишен своих двух кошек. Также его свистали болельщиками во время матча, а спонсоры стали отказываться от сотрудничества с ним и с командой. Вестхэм Юнайтед поддержал расследование жестокого обращения футболиста. Что вы думаете об этом скандале? Все-таки футболист известный. Сережа, дело в том, я судья не объективный. Сразу вам могу сказать. Вы же видите, я собачник. Вы приходите ко мне и видите мою собаку, которая сразу ластится к вашим ногам. Правильно? Да. Ну, дело в том, представьте себе, а вы не любите собаку. Есть ведь люди, которые не любят собак. Вы берете мою собаку, бьете, она и так крошечная. Она отлетит в сторону, она же вам ничего не причинит. Но это жестокое отношение. Жестокое отношение. Да еще он это снимает. И кто-то снимает, как он это делает. Дело в том, что он человек, которого судьба пометила. Его выделили. На него равняются, смотрят. Мне очень в этом смысле англосаксонское отношение к животным, мне очень приятно. Они очень бережливо относятся и к котам, и к собакам. А у нас этого не хватает, Сережа. Не хватает. Когда показывают, как отстреливают собак. Когда показывают, что вот собака укусила девочку или мальчика. А то есть и случаи гибели. Мы должны понять. Сережа, понимаешь, мы должны понять, что собака это домашнее животное. Кошка это домашнее животное. Это порождение человека. Порождение человека. Мы ответственны за тех животных, которые оказываются зимой на улице. Они голодные, они холодные. Они, да, они объединяются в определенную силу и мстят нам за это. А мы начинаем их травить и отстреливать только за то, что они сделали с нашими близкими. Мы должны задумываться. Каждый должен задумываться, Сережа. Мне очень интересно, Сережа, как вы относитесь, когда вы видите кошку, например, или собаку, а у нас минус 30. Как вы ощущаете это? Ну, я в минус 30 и стараюсь не ходить. А если говорить о котах, то... Ну, хорошо, у него отца... Сереж, простите, минус 10. Да, он живет в деревне, он занимается фермерством, и он котов берет в этот момент домой. Да, потому что это... Да, но собака не желает идти домой, там овчарка... Да, если она выдерживает, так она на снегу... Она не желает... Да, я с тобой совершенно согласен. Но у нее конура, она должна, Сережа, она должна быть сыта. И если ты хочешь, чтобы она относилась к тебе как к человеку, как к хозяину... А ей дают вкусненько еды. Ей дают вкусненько еды. А вот есть мы про брошенных собак, если мы говорим, понимаешь? В данном случае ты задал, безусловно, ты мне задал вопрос про футболиста в стенах жилья, которого живет его домашнее животное. Кошка. Или кот, я там не знаю, которого он ногой. Да, необыкновенно жестокое решение по этому делу. 250 с него взяли. Да. Очень большие деньги. Но, судя по всему, они у него есть. Да, они у него есть, он богач. Да, и ему показали, в общем-то, что будет с ним. Мне это очень нравится, Сережа. Мне вообще нравится, как ведут себя австралийцы по поводу... Вы помните тогда, не пустили к себе лучшего теннисиста. Да. Ну, я не представляю себе страну, которая очень хочет провести... Там у него какой-то спортивный праздник большой и отказывается от лучшего спортсмена. Ну, представляете, к нам на чемпионат мира хотел приехать Месси, понимаешь, Месси, а он не привит. И мы говорим, а у нас вот принято решение, принято решение, что непривитые не должны. И мы говорим, Месси, развернись и уезжай. А вообще-то мы его ждали все. Да. Понимаешь, ну, мне очень нравится, когда принимают такие решения. И за это решение отвечают, Сережа. Это требует большой отдачи. И вот здесь, когда так наказывают футболиста... Ну, что я могу сказать? Мне просто нравится, что правила для всех одинаковые. Закон есть закон. А у нас закон 100 дышло, понимаешь? Для одного это закон, а для другого это не закон, понимаете? Вот и все. Почему мы это даже обсуждаем? Они-то это не обсуждают. У них закон, если все попался, значит попался. Будь любезен, отвечай. Владимир Николаевич, еще одна тема связана с Олимпиадой. Елена Вяльбе, президент федерации лыжной, которая набрала больше всех золотых медалей пока на Олимпиаде. И говорят о том, что против ее выборов был тогдашний руководитель министр спорта, господин Мутко. Значит, когда ее выбирали, он, значит, говорили о том, что надо снять свою кандидатуру. У нее нет поддержки. И она пошла вперед, ее выбрали. И вот теперь мы видим результат уже на нескольких подряд Олимпийских играх. Плохой или хороший, Сережа? Хороший, отличный, Владимир Николаевич. Отличный. А что, вы хотите, чтобы я несколько слов сказал про Мутко? Да, нет. Я бы хотел оценить сам подход. Хотите про Мутко говорить, хотите просто свое мнение. Сам подход, что у нас ведь часто руководителем федерации становятся люди, которые не имеют в прошлом какого-то футбольного опыта, в том числе Игородского. А здесь великая лыжница стала и деньги есть, и результаты есть. Сергей, здесь есть как положительные, так и отрицательные моменты. Просто, чтобы быть руководителем, ответственным, ты должна иметь в себе силы мощные, не спортивные, моральные. Ты должна быть увлечена, увлечена. Понимаете? И тут мы докатимся с вами до таких вещей. Да, здесь в данном случае соединилось в спортсменке, в великой спортсменке. Соединилось еще чувство ответственности как администратора. Это заметили и попали в десятку. Но у нас есть огромное количество примеров, когда не попадают в десятку, когда выбирают очень знаменитого спортсмена, а он слюни пускает, понимаете? Или нерешительный, или смотрит все время как Мутко за своим мнением, где оно, где, кто, чего, как бы, кто не сказал, как бы Владимир Владимирович не посмотрел и не сказал, что-то Мутко опять мутит. Понимаешь? Ну, есть такие люди. Но и дело в том, что Мутко добрался до своих высот. Да уж. Вот умело держит нос по ветру. Кому-то это нравится, кому-то мне не нравится. А кому-то нравится. Очень, очень много у нас в народе людей, которые по ветру держат нос. Я не люблю людей, которые держат по ветру нос. Я люблю людей решительных, которые за свое дело отвечают и принимают наказание как должное, если они лопухнулись. Ну, большинство людей у нас держат нос по ветру и пытаются ухватить свою судьбу и выиграть на этом. Я таких не люблю. Вот в данном случае вы меня спрашивали про Дмитрия, да? Да. Губерниева. Да. Мне такой человек, он мне просто нравится, он же идет вперед, он нахрапист, он идет вперед, но он за себя отвечает. Сереж, понимаешь, он отвечает за себя. Я не люблю людей, которые вперед идут, а потом вдруг раз, и куда-то исчезают, за спиной кого-то вдруг оказываются. Вот таких я не люблю. Вот если вы про вяльбе говорите, я говорю, что и спортсменка великолепная, и руководитель, судя по всему, ну я далек от лыж, судя по всему и руководитель на своем месте. Есть понятие такое, человек на своем месте, вот она на своем месте. Но если вы скажете, что давайте назначать только футболистов, быть главными тренером, я часто слышу мнение такое, вратарь никогда не может быть хорошим тренером. Есть такое мнение? Есть. Есть такое мнение. Правильно оно или неправильно? Конечно, оно неправильное. Потому что тренер должен быть на своем месте. Тренер становится не всегда, если он хорошо играет. Потому что у нас вообще, в нашем понимании, я замечаю, что если ты футболист от Бога, то ты тренер от Бога. А это неправда. Понимаете? Это здорово, когда футболист, которого как бы какая-то сверхъестественная сила выбрала, а он еще и тренер, как будто его специально выбрали. Такое бывает? Да, такое бывает. Но, как правило, это исключение из правил. Обычно вот такие средние люди, которые не всегда у них получилось в футболе, но у них есть терпение, есть внимание. И они становятся очень интересными тренерами. Но это тоже факт, Сережа. Поэтому я не хочу, чтобы в выборе в моем или в вашем было два цвета, черные и белые. Не хочу. Я хочу, чтобы было много цветов. Вадим Кайч, еще одна тема, связанная с футболом. Клубы обсуждают возможное расширение РПЛ до 18 клубов. Не со следующего сезона, а через сезон, потому что мало играют. Что вы об этом думаете? Ну, Сергей, я говорил, что то, что сейчас происходит, вот 16 команд у нас, это показывает, Сережа, что что-то не в порядке. Мы не движемся вперед. Мы скорее отступаем назад. Что-то у нас не получается. Я говорю, здесь надо принимать решение, либо сокращаться до 10 команд, укомплектовывать очень хорошими, сильными футболистами и играть 4 круга, чтобы было много. Либо расширяться. Но, но, Сергей, еще раз говорю, как только вы говорите по слову расширяться, молодых, талантливых, сильных футболистов у нас мало. У нас проблемы укомплектовать их 16 команд. Но мы идем по другому пути, с моей точки зрения, неправильному пути. Мы укомплектовываем составы 8 иностранными футболистами, которые к нашей стране, к нашему футболу никакого отношения не имеют. Более того, их обслуживают не наши тренеры. Ладно бы только главные тренеры. Их обслуживают вторые, третьи тренеры, четвертые тренеры, тренеры по физподготовке. Вы заметили, что у нас совсем нет тренеров по физподготовке. Вадим Качи есть все-таки. Да, они как исключение, там у нас несколько есть, но дело в том, наша школа, Сережа, она никогда не появится, если мы не создадим для того, чтобы она появилась, благоприятные условия. Нужны благоприятные условия, Сережа, чтобы выбора не было, понимаете, не было выбора. Хочешь жрать сыр хороший, учись его делать сам и ешь. Хочешь есть хорошие продукты, научись их делать сам. Хочешь жить в хороших домах, научись строить хорошие дома сам и живи в нем, в них. Понимаете? А когда мы приняли, везде нас зажали, и мы вынуждены вылезать за счет своей головы и начинаем голову включать. А только в футболе мы не включаем, у нас все больше и больше иностранцев, больше и больше. Мы приучаем наших болельщиков к удовольствию. Ну, собственно, мы и приучили их. Мы же их сначала, мы их сразу, Сереж, мы их ведь не сразу мордой об стол и встойло в наших футбольных команд. Мы сначала нашу молодежь, вообще нашу болельщическую среду приучаем смотреть западноевропейский футбол. Мы вот так много его смотрим, что в конце концов наши ребята, дети и взрослые говорят, а что там идет? Да там Спартак с Динамо. А, выключай. Спартак с Динамо, нас это не интересует. Нам что-нибудь, давай, Наполи, там с кем там играет, Наполи, Манчестер, вот давай показывай. Вот это другой. Сережа, ты пойми, это же страшное дело. Мы убиваем в наших болельщиков любовь к отечественному футболу и стремление его видеть. Я считаю, что в этом виновата наше руководство страны. Мы до сих пор не определились. Ну, Сергей, я не хочу повторять, собственно, то, что я уже сказал. Мы делаем страшную ошибку, страшную ошибку. Это, с моей точки зрения, это диверсия. Это идеологическая диверсия. Что происходит в нашем футболе? Что? Ну, диверсия идет. С моей точки зрения, мне сейчас болельщики скажут, ну, Абрамов совсем дурак. Ну, просто совсем дурак, понимаете? Ну, поясните, Владимир Петрович, диверсия в чем? Сережа, ну, поймите, ну, убили нашу футбольную школу. Более того, с высоты руководства нашего футбольного союза, руководители говорят, а у нас нету футбольной школы. Ни тренерской, ни вратарской, ни детской, детской. Все, все утратило свои силы. Утратило? Куда это все делось? Это же можно элементарно возродить. При желании, при желании. Собственно, тебе и платят за это, чтобы ты возрожал. Возрождал. А не сидел на своем месте, а думал о нефти и газе. Понимаешь? Ты должен делать это дело. Ты должен... Возрождение. Задача возрождения того, чего нет. Это очень тяжело, но надо возрождать. Болеческую среду возрождать. Любовь к отеческим гробам. Понимаете? Вот это любовь, как по Пушкину. Понимаешь, у нас два чувства близко, дорого нам. В них получает сердце пищу. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Вот этого нету. А Пушкин сказал, вот эти два чувства, вот только два, они делают из русского человека русского. Понимаете? Так. Ну, Евгений Серафимович часто переворачивает эту, так сказать, идею и говорит, что вот спартаковский дух. Вот что он имеет в виду, когда огромное количество иностранцев, иностранный тренер, а он все спартаковский дух, спартаковский дух. Не будем о нем. Понимаете? Я говорю несколько о другом. Вот эти два чувства. Как великолепный умница, не только как поэт, но и как философ. Пушкин заметил, что только для русского человека вот эти два чувства важны. Оно доминирует и отличает русского человека от всех других. Понимаешь? А если нет любви к отеческим гробам, нету к родным пепелищам любви, то в чем, говорят, вы поймите, ну нету этой любви. Ну нету нашего футбола, а наши болельщики говорят, да и хрен с ним, что нет. Покупай иностранцев, заводи. Понимаешь, оплачивай, и они будут тренировать. Они будут создавать. Так что же делать, Владимир Николаевич? Как понять, чего же делать, Сережа? Создавать. Если бы я услышал из уст, из уст Дюкова, например, или людей, приближенных к Дюкову, которые сказали, что это нормально, если он говорит, если он говорит, что нет футбольной школы. Нет, ее нет. И ставит точку. Вот тут я не согласен. Думаете, пожалуйста, говори это. Нет футбольной школы. Запятая. Будем создавать. Для этого выделяется то-то, то-то, то-то. Для этого делается то-то, то-то, то-то. Хотим расширить, вот по вашему вопросу конкретно, хотим расширить высшую лигу на две команды. Для чего? Чтобы была возможность привлекать молодежь нашу, нашу молодежь к участию в высшем дивизионе. Объясните, пожалуйста, почему вы так считаете. Все должны понять, почему они так считают. Они же не объясняют еще вдобавок ничего. Такое впечатление, что просто, я не знаю, я не хочу, я серьезно, я говорю, я не хочу никого никогда обижать. Но я просто хочу услышать. Иной раз хочется обидеть этих людей. Ребята, ну вы сидите на своих местах 20, 10, 15 лет. На одних и тех же местах. И ничего не сделали. Ну что, обязательно вам Сталин нужен? Обязательно нужен Сталин, который придет вас мордой об стол и убирать снег в Сибирь. Ну почему вот нужно так? А по-другому нельзя, Сереж, по-другому нельзя. Что сказать? Сказать, нет футбольной школы. Моя. Я пришел сюда, сел вот за этот кожаный, удобное кресло. Я пришел, дать вам волю. Мы начинаем создавать свою школу. Есть тренеры? Да, есть тренеры. В конце концов, в начале 30-х годов 340 тысяч специалистов из Соединенных Штатов Америки, знаете, да, приехало строить социализм в нашей стране. Мы их купили. Мы продали все золото, в том числе и кресты нашей православной церкви. Понимаете? Мы купили огромное количество специалистов. Тем более, что у них там в конце 20-х годов началась вот эта вот страшная депрессия. И мы купили заводы за 10-15% стоимости. Продали все, что у нас есть, потому что они только золото брали. В ломе. Вот мы взяли, купили и пригласили их специалистов. Они отработали 5-7 лет, а потом мы сказали, вы отработали 5-7 лет, спасибо. Мы смотрели, как вы это делаете. Мы научились. Теперь оставшиеся 10 тысяч заводов мы будем строить сами, своими руками. И пока мы строили эти заводы, появилась футбольная школа заодно. Появилась заодно и хоккейная школа. Вообще появился наш советский спорт. Понимаете? И наши тренеры появились. Вот и сейчас я призываю просто к этому и все. Поэтому я говорю, это идеологическая диверсия. Когда приглашают иностранцев огромное количество, да еще иностранных ног, которые бегают с мечом, вот, а другие иностранцы думают, как эти, чтобы эти ноги бегали иностранные. А мы, мы за собственные деньги смотрим, как они это делают. Сережа, да еще гордятся этим, понимаете? Ну, вы мне-то задавали в прошлую передачу, что мне нравится, когда за Зенит бегают одни бразильцы. Я говорю, мне нравится, потому что я любил, когда за Зенит бегают петербургские мальчишки. Да, я любил. Мне могут сейчас возразить, сказать, а их нет. Так. Может, такое и быть, нету. Но, что-то не очень верится, Сереж, понимаешь, не очень верится. Значит, кто-то чего-то недорабатывает. Надо одних убирать, ставить других и показывать, рассказывать о них, что они сделали. Я вообще, Сережа, я, поймите, всего-навсего, я за что? Я за то, чтобы мы видели, что сделано, что не получается и как надо делать другим. Чтобы показательно было. Мы же этого ничего не видим. Если вы спросите, за последние 20, я все-таки не со стороны пришел. Я в этом Российском футбольном союзе все углы пооббивал в свое время. Вот. Мне кажется, что я там посмотрел, кто чего, что и как. Да никак. Вот деньги зарабатывали, приходили, сидели, понимаете, рассуждали, ездили на дорогих машинах, а ничего не сделано. Им не стыдно? Я вам спрашивал, им не стыдно? Не стыдно. Мы вообще народ не стыдливый. Нам наплевать. Особенно в условиях капитализма. Набили себе карманы деньгами. Более того, Сталина и Иосифа Сергеевича нету. Бояться нам некого, понимаете? Мы набили и сидим в своих дорогостоящих машинах, а шофер нас везет туда, куда мы говорим. Вот и все. Что я должен вам рассчитывать? Вы что, не видите, что происходит? Владимир Николаевич, еще один момент футбольный. Гендиректор Зенита, господин Ледведев, высказал свое отношение к закону введения фан-айди. Чтобы ситуацию четко описать, нужно посмотреть документы, которые уже, к закону, которые приняты. Они пока не вышли. Как будет осуществляться выдача фан-айди? Что будет давать поручей получения паспорта болельщика? Фан-айди может оказаться документом, за которым никуда не надо будет ходить. Я не берусь давать характеристику, поскольку еще не видел документов. Единственное, обвинения в попытках дополнительного контроля вряд ли обоснованы. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовалось дополнительные сведения для контроля. Очень редкий случай, когда люди отказываются от мобильных телефонов или других гаджетов. Что вы думаете об этом высказывании? Он же ведь прямо говорит о том, что ничего не знают. Но закон принят, и надо исполнять. Да. Он привык так работать, Сережа. Вы сказали мне, вот Медведев, это что, футболист? Это футболист? Нет. Это работник высшей категории Газпрома. Да. Всегда получал очень большие деньги. Продолжает получать очень большие деньги. Вы спрашиваете, просите ее, у вас есть возможность у него взять интервью? Подойдите к нему и спросите. Он хоть раз сидел в фан-зоне с болельщиками? Он хоть раз в фан-зону за собственный счет покупал билет? Он хоть раз там сидел, слушал, что говорят, как живут, о чем мыслят эти фанаты. Чтобы знать это, чтобы разрабатывать систему, нужно самому пройти через эту всю хрень, понимаете? И чувствовать, насколько тебе это удобно проходить или неудобно проходить, какие проблемы. А у него этого нет. Ему дали задание, он пытается честно это дело сделать. А вот как сделать честно? Он стремит. Сережа, я не хочу упрекать ни одного человека в стяжательстве и в неисполнении своих обязательств. Нет. Каждый из них делает то, что он может. Просто он не знает, что делать, потому что он никогда через это не проходил. Если бы он сказал, сам Медведев сказал, вы знаете, я, ну как вам сказать, я вообще болельщик. Я вот с детства, с детства убегал от родителей. Они раз-раз засуетились с сосиской там, а я уже убежал в фан-айди сидел с ребятами. Я ездил в другие города на поездах без денег и все время на перекладных добирался. Пытался пройти на стадион, мерз в грязных вагонах, сидел на грязных ступеньках, смотрел футбол. Я знаю, как сделать, чтобы болельщикам было кайфово на футболе, чтобы было все. Я прошел сам через все это. Это было бы интересно, если бы он это сказал, Сережа, понимаете? И я бы понял, что он через себя, через свое сердце ищет выход в положение. Но когда человек живет, сидит все время в виповской трибуне, вы знаете, как работники Газпрома заезжают на стадион, в свой родной стадион, который построен, да, новый. у них там специально для машин заезд, они там в специальных местах оборудованных ставят машину, подходят к лифту, лифт их поднимает, и они потом из лифта везде, везде все время охрана, все время охрана. Ну, Сталины все, Иосиф Аверисарионович, которых какие-то западноевропейские разведки хотят убить их, понимаешь? Проходят к себе в ложу, в ложе все есть, тишка, играет музыка легко, льется вино, понимаете? Ты смотришь великолепный стадион, нечего сказать, вы сами были, да? Вот. Откуда у них появляется чувство ответственности перед фанатами, которые на стадионе? А ведь футбол, вот этот стадион построили для них, Сереж, для тех, у которых сердце бьется и волнуется за футбол, они, эти ребята, они горят, им хочется жить, понимаешь? Они смотрят футбол, для них надо создать условия удобные, а эти вот ребятишки, или не только ребятишки, взрослые, они говорят, а нам неудобно, они говорят, нам неудобно, а те говорят, зато мы вас знаем всех, вот попробуй только руку не туда при, подними, попробуй только не так поковырять в носу, мы про тебя все знаем, все вообще знаем, понимаешь? и хотим еще больше знать, да чтоб ты, шаг влево, шаг вправо, мы все знаем, руки в карманы, мы уже все знаем, что у тебя в карманах, вот, мы все хотим, но это покушение на свободу человека, и во-вторых, это не самый лучший способ создать благоприятные условия для болельщиков, которые идут на стадион, мы не скоты, мы свободные люди, и хотим уважения, легкого прохождения стадион, на стадион, и уважения друг к другу, вот я про это говорю, всего на всего, а вы мне все время говорите, Владимир Николаевич, а вот что вы скажете по этому поводу, да это так просто, это все так просто, если это делается для фанатов, знаете, собрались и сказали, мы хотим для вас сделать, чтобы вам вот было удовольствие, удовольствие для вас было, вот давайте сделаем так, можно это сделать, если подумать, каким образом сделать, давайте, ребят, с вами подумаем, мы хотим сделать так, чтобы у вас никаких проблем нет, вы прям вот вышли из метро, и сразу на стадион, и никаких проблем, и все тихо и спокойно, а вот как это сделать, все по-разному делают, я не, Сережа, я же говорю, если мы говорим про Мутко, это совсем не значит, что это все плохо, Мутко тоже всегда многое хотел сделать хорошо, у него просто не получалось, вот и все, спасибо, пожалуйста, не классно, кто-то, и все-таки ки-к Street, я-карol –